Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 2 июня, и своеменинный в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Тимофея, Александра, Алексея. Мир и благословение Божие пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память благоверного князя Давмонта Псковского в крещении Тимофея. Святой князь был родом из Литвы, сначала ревностно исповедовал язычество. В 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, был вынужден бежать из Литвы. С 300 литовскими семьями пришел во Псков. Псковская земля стала его второй родиной. Здесь, по выражению летописца, дохнула на него благодать Божья. Когда со всей своей свитой он принял святое крещение с именем Тимофея, сподобился великих даров от Господа. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели Псковича избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом и был единственным князем за всю историю Пскова, который сумел так долго прожить в мире и согласии с Псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за правосудием других, щедро творил милостыню, принимал нищих и странников, благоговейно чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям, и сам основал обитель в честь Рождества Престой Богородицы. Через брак с дочерью великого князя Дмитрия, внучкой святого благоверного князя Александра Невского, он породнился с русским великокняжеским родом. Князь Давмонд, как и святой Александр Невский, был славным защитником русской земли. Основная заслуга благоверного князя Давмонта, как полководца и государственного деятеля, состоит в том, что в течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. В 1268 году князь Давмонд был одним из героев исторической битвы при Роковоре, где русская рать одержала победу над датскими и немецкими войсками. Перед каждой битвой святой Давмонд приходил в храм, полагал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника, который припоясывал ему меч. Святой Давмонд сделал Псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с кромом в конце XIII века, была названа Давмонтовой. А территория ограждения, огражденная стеной, до сих пор называется Давмонтовым городом. У святого защитника дома Святой Троицы был еще один благочестивый обычай. В благодарность Господу, именем которого он одерживал победы, не зная поражений, благоверный князь Давмонд рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу. Ставили там храмы по особым обетам и другие жители Пскова. Небольшая территория нынешнего Давмонтового города была сплошь покрыта храмами. Первый храм в честь святого Давмонта Тимофея был построен в Давмонтовом городе в 1574 году. Свою последнюю победу доблестный князь воин одержал 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригорные Снитогорский и Мирожский монастыри, сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Они убили основателя Снитогорского монастыря преподобного Иосафа, иноками, с 17 иноками преподобного Василия Игумена Мирожского. Святой князь Давмонд, не дожидаясь, пока соберется большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатцев за пределы русской земли. Через несколько месяцев святой благоверный князь Давмонд Тимофей скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Летопись свидетельствует, что «бысть же тогда жалость велика в Плескове мужем и женам и малым детям по доброму господине благоверном князе Тимофее». Псковичи вспоминали, как святой князь заботился о них в мирные дни, и особенно, когда городу угрожала опасность, как вел их в бой со словами «Добрые мужи Псковичи, кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат, постоим за святую Троицу». Вскоре после кончины князя началось почитание его, как святого заступника перед Богом, молитвенно охраняющего нашу землю от врагов и бедствий. Не раз и по смерти защищал Псков святой князь. Так в 1480 году, когда более ста тысяч немцев осадили город, он явился во сне одному горожанину и сказал, «Возьмите одеяние, покров, гроба моего, обнесите его три раза вокруг города с крестами, и не бойтесь». Псковичи исполнили его указания, и немцы отступили от города. После этого чудесного избавления от врагов святому князю была составлена служба. Рядом с мощами благоверного князя в Троицком соборе висел его боевой меч. В настоящее время меч хранится в Псковском историко-художественно-архитектурном музее-заповеднике, который вручался в храме святой Троицы псковским князьям при возведении на престол. Хочется поделиться с вами, дорогие мои, наблюдениями одной из сестер и размышлением над духовным чтением. «Обратим гнев против страстей». Так озаглавлен один из эпизодов. Заметила за собой, что не очень нравится, как некоторые себя ведут. Например, одна из сестер кокетливо рассказывает так, что, глядя на нее, увлекаешься. С интересом слушаешь, начинаешь копировать такое поведение. А потом осуждение приходит. Плохо, мол, она себя ведет. Можно, конечно, отойти или вообще постараться и вместе не быть, чтобы ненужного не набираться. С кем поведешься, от того и наберешься. Такое беспокойство постигло душу сестры. Паисий Святогориц предлагает активно искоренять эту страсть. «Что делать, если мне не нравится манера поведения одной из сестер? Относись к сестре по-доброму. Постарайся оправдывать ее с любовью. Это может тебе помочь приобрести естественным образом постоянное, хорошее духовное расположение. И когда к тебе придет страсть гнева, то найдет твое сердце занятым любовью и, не имея места, где остановиться, уйдет». Мы все, дорогие мои, ежедневно повергаем себя в раздражение и неприятие тех или иных людей. Стараться делать человеку добром. В мыслях и в поступках испытывать к нему доброе расположение, даже если он очень неприятен. И когда без гнева подойдет, увидит сердце, занятое любовью и не сможет туда проникнуть. Смирением и молчанием мы побеждаем гнев. Не раз наблюдала, что если в гневе человек предъявляет претензии, то ответ ему таким же тоном вызывает нарастание гнева. А еще слышала версию, что при вопрошении о моем поведении поступки можно рассказать, как все было бы без оправданий. То есть это и будет оправданием себя, но только единожды. Но самое лучшее — молчать. Молчание — золото. Пойси Святогорец. Геронда, как человек может победить гнев? Смирением и молчанием мы побеждаем гнев. Почему мы называем змею мудрой? Хотя у нее есть сильное оружие, яд, и она может причинить нам вред, но стоит ей услышать небольшой шум, она сразу уползает, не идет на пролом, уступает место. Так и ты. Если кто-нибудь заденет тебя словом, не отвечай. Молчанием ты обеззаруживаешь человека. Но молчанием с самоукорением, со смирением, не с интригой, что вот я сейчас помолчу, сделаю специальное лицо, и человек еще больше придет в раздражение. молчанием с молитвой. Господи, помилуй меня грешного, и рабатуй его такого-то, его святыми молитвами, помилуй меня. И еще одно. Если мы снисходительно относимся к ошибкам других, то Бог проявит снисхождение и к нашим ошибкам. Мнение. У меня часто есть, что сказать и что спросить, размышляет сестра. Может, надо меньше вовне направлять рассудок? Вот, например, забеременела подруга из прошлого. Не замужем. Тихая такая, скромная была, когда общались. Уж как мне эта новость беспокоила ум. Один человек мне сказал, что я ее уже осудила. Как правильно воспринимать такого рода новости? Где найти грань? Я трезво оцениваю ситуацию или уже начала осуждать? Поискитогорец. Геронда. Некоторые верующие люди, когда видят человека, живущего во грехе, говорят, он прямой дорогой идет в ад. Да, если мирские люди пойдут в ад из-за распутства, то духовные из-за осуждения. Не о ком нельзя сказать, что он пойдет в ад. Мы не знаем, как действует Бог. Суды Божьи бездна. Никого не надо осуждать, потому что так мы восхищаем суд из рук Божьих. Сами делаем себя богами. Если Христос спросит нас в день суда, вот тогда и скажем свое мнение. Всегда иметь в памяти, что судья у нас Господь. Он знает все обстоятельства и нюансы любой истории, любого человеческого состояния. Наше осуждение всегда пристрастно. Мы всегда судим исключительно по собственному состоянию, по собственным страстям. Поэтому осуждая других, мы всегда осуждаем самих себя, потому что делаем то же самое. Или если мы себя каким-то образом сдерживаем сейчас, то осуждая других, мы даем повод бесу гнева приступать к нам с тем же искушением. И, как правило, Господь попускает нас впадать в то, за что мы осуждаем ближних. Поэтому, чтобы уберечь себя от ошибок, которые вызывают у нас неприятие, будем укорять себя, а людей стараться оправдывать. Что я не так понял, я не то увидел. И вообще человек это совершает, ну, потому что у него тысячи разных обстоятельств. Не выспался, поэтому раздражается. Или дома у него огромные проблемы, и он героически с ними сопротивляется, но немощь дает о себе знать. Ну, и таким образом, оправдывая другого, прогоняем от себя гнев и бесоосуждение. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok